Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем очень странный курс, такой непопулярный. Это тренобалон соло. Ну, давайте за пример всё-таки я скажу, то, что я вёл на таких курсах лично. Я вот то, что, так скажем, я поддержал анализы в руках и так далее. Это третрен я вёл человека, и тренобалон и нантат был. Вот с этими моментами я встречался. Что я могу сказать? Психологическое состояние достаточно в разы лучше. Соответственно, мышцы жёсткие. Вообще все культуристические задачи выполняются. И самое приятное, что на таком курсе, для чего можно использовать такой курс, и для чего мы это брали, с одной стороны, запрос у человека, это подготовка к соревнованиям, это, соответственно, желание увеличивать и объёмы мышечной массы, и силовые. Второе. Такой пациент не приемлет полумеры, не приемлет, соответственно, то, что даже он остановится в прогрессе даже на короткое время. То есть ему вот нужно к соревнованиям там, когда там было 3 месяца, нужно было подготовиться к соревнованиям таким пациентам. То есть мы его не можем, ему делать мосты, мы не можем как-то его ограничивать, так скажем, в его анаполических процессах в каком-то смысле. То есть они должны быть подняты вверх. Значит, что из жалоб? Это повышенное, соответственно, содержание в крови пролактина и эстрадиол. И опять же, повторюсь, так как пациент, он очень профессиональный спортсмен, для него неприемлемо было использовать какие-то вот, так скажем, как мы выяснили, другие препараты. Мы опять же всегда ориентируемся и на ощущение самого, там, бодибилдера, пауэрлифтера. Всегда ориентируемся. Вот у человека был старт именно по пауэрлифтингу, потом он планировал делать старт по бодибилдингу. И смысл какой? Ему и заливаться сильно не хотелось, и ему не хотелось проседать в весах. Это для него было катастрофично. Поэтому мы сделали курс на тренобаллон соло, вот, и все было хорошо. Вот. Поэтому, соответственно, что я могу сказать? Переходите по ссылочке, где я рассказывал про тренобаллон, какие анализы на тренобаллоне нужно сдавать. И, соответственно, если вы данный перечень анализов будете сдавать, и не только сдавать, но и работать по ним, то никаких проблем у вас, в принципе, не будет. Также не забывайте, что у многих людей яркие психологические реакции на прием тренобаллонов. И если вы уже решили, что этот препарат вам необходим, то прием антидепрессантов нужно, соответственно, устраивать в себе. В таком случае. Потом, соответственно, что я могу сказать? Тренобаллон менее изученный препарат, чем остальные препараты. Препарат придумывался для применения в ветеринарии. Поэтому, если у вас нету каких-то ярких, завышенных требований к собственным силовым показателям, к собственным каким-то объемам, амбициям и так далее, если есть всегда возможность заменить тренобаллон, вам его лучше заменить, конечно же. В избежании, так сказать, на различных негативных эффектах. О их может быть достаточно много. Повторюсь, это, допустим, тот же тренобаллоновый кашель, о котором мало говорят, астматикам тренобаллон вообще противопоказан. И много-много вещей, которых мы даже не знаем о тренобаллоне, потому что, повторюсь, что это для животных препарат. На людях он очень плохо изучен. Фактически просто то, что остается из клинического опыта, из уст в уста. Но это не значит, что с другой стороны, что если вы профессионал и прочее, и очень хотите, что совсем нельзя это устроить. Если, повторюсь, у вас отсутствуют какие-либо выраженные сопутствующие заболевания. Вот такое мое мнение по поводу применения тренобаллона СОЛО. Дорогие друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой бы еще препарат вы хотели обсудить прием СОЛО. И, соответственно, пишите ваши вопросы. Сейчас, наконец-то, у меня закончилась линейка интервью. И я буду, наверное, вы знаете, больше уделять времени опять таким дифференцированным выпускам. В том числе, планирую сделать исследование. Но сейчас вот какое-то время, опять мы поговорим про анаболики, потому что вы меня все замучили, скопились эти вопросы. Ну, мне дико приятно, что вы меня мучаете. Поэтому, соответственно, как бы вот так. Пока пару выпусков подряд, наверное, будем обсуждать какие-нибудь анаболические дела. С вами был Крабцов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok